Приветствую вас еще раз. Я хотел бы ответить, собственно, на ваш вопрос, постараемся ответить на ваши вопросы, вот, которые вы задаете, потому что кажется, что вам это важно, вот, и, соответственно, хочется вам помочь, помочь. В первую очередь то, что я вижу, это очень много боли, обиды, недоверия, потребность в поддержке и такая, знаете, попытка опереться. На, как бы, что-то извне, да, на кого-то извне, собственно. В своем тексте вы пытаетесь опереться на идею опытного психотерапевта. Вот. В своем тексте вы пытаетесь, как бы, ну, опереться на авторитет опытного психотерапевта и, соответственно, получить какие-то вот инструкции. Себе вы не доверяете. Вообще, это вполне логично. В данном случае, в вашей ситуации, это вполне логично. Я имею в виду, недоверие себе вполне логично, потому что, ведь, ваши чувства, ваши желания, ваши переживания, многократно были отвержены, многократно отвергались, многократно обесценивались и, естественно, что вы себе не доверяете. Свою больную обиду, которую у вас, которые у вас присутствуют, вы, как бы, ну, научились вроде как скрывать, да, но по факту, там, это, проявляется, ну, например, в том, что вы, там, избегаете каких-то моментов. Вы, как бы, перекладываете ответственность в каких-то моментах, таких вот достаточно, ну, самых неожиданных моментах. Вот, и, соответственно, в какой-то степени это проявляется еще и в том, что вы можете, там, чего-то требовать или ожидать внезапных людей, совершенно, как бы, не предрасположенных и не располагающих к этому, к таким действиям. Указал бы я еще на такой важный момент, на такой важный момент, как личные границы. Личные границы вообще не уважались, они обесценивались. Вот, отношения, мне кажется, вы пытаетесь с человеком либо слиться воедино, либо, соответственно, у вас некая такая агрессия возникает, ну, как защита. Опять же, в данном случае это абсолютно нормально. Важно только, чтобы вы в себе это замечали, важно, чтобы вы это в себе отслеживали, вот, и, как бы, умели с этим обращаться. Да, и, может быть, не может быть точнее, а точно приносили, привносили. Это как-то вы в взаимодействии с людьми, ну, в частности, с теми же, с теми же девушками. Отношения с которыми у вас не складывают. Вот. Понятно, что есть вещи, которые вы в себе не принимаете. Понятно, что в отношениях, в отношениях вы вступаете в том числе для того, чтобы компенсировать за счёт другого человека то, что вы в себе не принимаете. Но, как бы, если человек этого не делает, то, опять же, повторюсь, вы его отвергаете, вы его отталкиваете. Потому что вам очень больно, а с болью вы, я бы сказал, обращаться не умеете. Вот. То есть, ну, то есть, у вас нет опыта обращения с болью, вот, в том числе, потому что это обесценивалось, ну, вашими родителями. что во частности, это обесценивалось. Вот. Достаточно сильно, как я понял, исходя из вашего рассказа. Вот. Как бы, ну, созависимость, о которой вы пишете, ну и здесь нужно смотреть, конечно, конечно, присутствует ли там созависимость, вот, присутствует ли созависимость с нескольких сторон или только с одной стороны, потому что то, что вы говорите, это одно, мне кажется, что вы излишне увлекаетесь рационализацией, интеллектуализацией, то есть вы объясняете, настраиваете какие-то теоретические конструкции, ну вот, видно-видно, что вы стараетесь опереться на какие-то теоретические знания, но, как правило, все это одновременно сложнее и проще, вот. Теории, теории склонны иногда усложнять, скажем так, процесс, ну, процесс взаимодействия, вот. Поэтому, мне бы хотелось вам на это обратить внимание, что же, ну, как мне кажется, просто это важно, это важно, да? Итак, столкнуться с проблемами эмоциональной зависимости от друзей, отношений, окружающих, ну, зависимость всегда – это потребность, это некий конфликт, который человек пытается решить. за счет чего-то во вне, то есть логика здесь какая. У меня есть конфликт, но мне не хватает внутренних ресурсов для того, чтобы его решить, поэтому я буду испытывать потребность чем-то из-за. Я буду стараться извне получить то, что мне нужно, вот. А во мне этого ресурса нет. Вот идея о том, что во мне ресурса нет, является основной для появления зависимости. То есть, значит, это всегда потребность в определенной степени, как я уже говорил. Важно, чтобы вы это понимали, важно, чтобы вы в этом отдавали себе отсчет. Потому что это важно, если вы на это не будете обращать внимание, да? на то, как в вас в самом происходят эти процессы, процессы образования зависимости, начало зависимости, то вы будете оставаться в том же положении, в том же состоянии, что и сейчас. Вы не будете меня меняться. Вот. К сожалению. Вот. Дальше. Так. Было ли принятное видео, содержательные комментарии, опытного психотерапевта? Ну вот, слушайте. Что такое опытный психотерапевт? Да. Видите, вы здесь пытаетесь на какую-то, ну, на какую-то теорию опереться тоже. Понимаю, что написал многое, что вы цените в свое время так же, как ценю его я. А как проявляется то, что вы цените наше время, в том числе? Как бы, как? Так. Мы это ценим, как понятно. А как вы его цените? Не очень. Я буду благодарен за любой ответ, каким бы он ни был. Но и это скорее крик о помощи, чем просто вопрос. Спасибо за внимание. Наверное, если это крик о помощи, то вам нужна психотерапия. Руссия в дисфункциональной семье, где у каждого свои роли. На самом деле, в любой семье. Семья. Свои роли. Он и ваша семья. Понимаете? Мне кажется, вы с легкой достаточной руки называете свою семью дисфункциональной. Конечно, она не идеальна. Вот. Это безусловно. Вот. Она не идеальна. Но это не означает, что она дисфункциональная. Вот. Поэтому, то, что вы повесили, это не идеально. Ярлук дисфункциональности на свою семью, на мой взгляд, ну, никаким образом, вашу жизнь не упрощает. Наоборот, как бы, ну, мне вот кажется, например, что угнетает больше. Да? Ну, потому что, ну, семья дисфункциональная. Соответственно, я дисфункционален и, соответственно, я какой-то не такой. Вот. Они какие-то не такие и так далее. Ну, то есть, это поясница очень-очень тяжелая для восприятия общественности. Вот. Поэтому, я бы хотел, чтобы вы ее пересмотрели. Вот. И несколько, может быть, по-другому взглянули бы на то, что может происходить у вас. Так. Родители пребывают в всезависимых отношениях. Откуда вы знаете? То есть, присутствуют корни зависимого поведения. Откуда вы знаете? Родители не то, что упрекали, но косвенно говорили, что на меня заедной сестрой уходило много денег. Если бы не мы, то родители жили бы в достатке. То есть, смотрите, как бы, да, это, безусловно, обид. Это правда. Это ужасно. То, что они говорят. Да. Но сейчас, с точки зрения вашего возраста, вам важнее прислушиваться к тому, какие чувства у вас сейчас вызывают то, что вы пишете, то, что они говорят. Какие чувства у вас это вызывают? И их, эти чувства, важно выражать. Не подавлять себе, как мне кажется, вы делаете, а именно выражать. Чем лучше вы это сделаете, тем полнее вы это сделаете, тем будет лучше вам, тем лучше вы себя поймете, тем полнее вы будете себя видеть. Вот. Вполне вы будете себя ощущать и так далее. Это вообще очень важная история, естественно. Дальше. Так. Обычная, постоянная жизненная тротоколик. В работе он пытается отвлечься от стипа, это немного зависимо. Откуда вы знаете? В остальном следе я очень редко видел, что он был в настроении и просто мог порадоваться чему-то искренне, моим успехом где-то. Как вы думаете, с чем это связано, с чем он мог порадоваться чему-то? И как вы воспринимали это, что он вот не радовался вашему успеху? То есть, ну вот, вы сами как к этому, к этому относились и относились? То есть, опять же, опять же, человек либо имеет ресурс радоваться за другого человека, либо нет. У вашего отца такого ресурса не было. Как вы на это реагируете? Что вы чувствуете? Сейчас. Я имею в виду, уже. И что вы делаете с этим чувством? Это очень важно. Обесценивать и объяснять то, почему ваш отец мог вести себя подобным образом, конечно, можно, но имеет ли какой-то смысл. Так, вот откуда вы знаете, что у него зависимость, это гораздо интереснее. Так, я редко видел, что он был в состоянии, просто мог порадоваться чему-то искренне моим успехом, но почему у него было не очень хорошее состояние какое-то? Или поговорить со мной непринужденно. Я бы сказал, что здесь у вас есть свои ожидания от отца. Вот. То есть, есть ваши ожидания от отца. А есть реальный человек отец. И вот так вышло, что реальный человек отец, это не тот человек, который есть у вас в воображении. Так вышло, что люди это разные. Но мне кажется, что реального человека вы приняты. Не может. Что мой папа, он вот такой. Все. Нет. Мой папа должен разговариваться на непринужденно. Должен радоваться за меня. Где-то в моем успехе. А если он не радуется, если он не рад, то какой я тогда? Скорее всего, какой-то не такой. Скорее всего, что-то, что-то со мной не так. Понимаете, да? Стальше. Всегда от меня все это требовали. Я приходил из школы, рассказывал, каким трудом я получил одиннадцать. Он спрашивал, почему не двенадцать. Слово, меня в основе не ругали. Но постоянно все это требовали и не принимали мои желания, чтобы я постоянно учился. Не баловался, потому что как нельзя я помогал старшим. Это было не в форме хороших родительских совершивших просьбе помочь. А выливалось. Но это когда родители не в настроении, это были бреки в моем сторону. Но здесь у вас, ну, с одной стороны, чувствуется боль. Это боль, злость, которая, вероятно, не выражалась. Но из другой стороны, ожидание. Так что это недобрый родительский совет. Ну, почему вы считаете, что ваши родители могли или должны были давать вам Добрый родительский совет. Они могли бы так сделать, но они не должны. И судя по тому, что вы описываете, они не могли вам этого давать. Они бы, может быть, хотели бы, но не могли. Потому что люди, судя по всему, со своими достаточно серьезными проблемами. Здесь напрашивается такой вопрос. А способны ли вы видеть в своих родителях не только родителей? То есть способны ли вы видеть в своих родителях людей, личностей? И так далее. Вы говорите. Я рассказывал, с каким трудом получил одиннадцать. То есть вы одиннадцать получали ради одобрения родителей. Не для себя. Не надеялись получить одобрения. Скорее всего. Но где-то в глубине души вы знали и знаете, что что бы вы ни сделали, одобрение, одобрение вы получить не сможете. Любовь. То есть это не зависит от того, сколько вы получили. Но привычка делать не то, что вам хочется. Здесь, а, ну, по-другому, по-другому здесь, ну, ну, не получается, не получается, по-другому здесь. Это понятно. Так, эээ, для чего вы рассказывали, эээ, отсыл про то, с каким трудом получили одиннадцать? Ну, в смысле, эээ, во чем? Вы учились, эээ, для кого? Для, эээ, себя или для него, или для них, или как вообще? Вот. Ну, как, эээ, к этому подходу был? Вот. Эээ, упреки, да, упреки это, эээ, больно. Вы здесь, эээ, говорите про то, что вам больно. Я это слышу, я это понимаю, я хотел бы, эээ, помочь вам, эээ, вашу боль вырезать. Ага, упреки то, что вы должны и так далее. И не баловаться, потому что так нельзя. Эээ, мне кажется, что сейчас это про, эээ, подрастают такие, эээ, спорадические, то есть спонтанные, эээ, реакции делать что-то вопреки. Наверно, да. Вопреки или потому что, ну, типа, ээээ, это справедливо и так далее. При этом зачастую вам это может наносить вред, в принципе. Как я думаю, мне так кажется, что вам может это наносить вред. Вот, ну, некоторые элементы, скажем так, вашего поведения. Дальше. Так. Когда я говорил о своих желаниях, вообще любых, я получил отказ из отсутствия возможностей, веществ и вы. Эээ. Вы вроде бы это объясняете, но что вы чувствуете? Только отказ был такого плана, что хотя возможности купить гитару, выучить меня, в универе нету отца, вину за это ощущал я. Эээ, я думаю, это связано с тем, что у вас несколько известная позиция, где вы говорите обучить меня в универе, да, например, эээ, то есть, как бы, родители, конечно, могут помочь, безусловно, и хорошо, если они помогают, но в основном обучение в университете это ответственность исключительно самого человека. Вот. Поэтому я бы сказал, что у меня есть такое вот ощущение, да, что вы, эээ, уже целенаправленно, зная, зная, скорее всего, что вам будет отказ, вот, эээ, вы целенаправленно, эээ, ну, озвучиваете, скажем так, некоторые просьбы, которые заведомо, эээ, заведомо будут, эээ, ну, невыполнимы, как мне кажется, и вы, эээ, таким образом, эээ, получите для себя возможность что-то себе разрешить. Вот. Понимаете, да, какая штука? Образ, я не думаю, что если то у вас с детства было, то вам отказывали в любых желаниях, то вот внезапно помогут обучиться в универе или Купер Купер Гидал, это странно. Так что, в первую очередь, то, что вы ощущали в виду, связано с тем, что вы своим желанием полностью не отдаетесь, и сами их не проживаете, не добиваясь их самостоятельно. Эээ, это не значит, что вы прямо должны, эээ, для этого, эээ, что-то делать, но это значит, что вы не принимаете их до конца, свои желания. Эти желания вас, как-то, охарактеризовать должны сделать на случай. У желания немножко другая функция. Дальше. Близности в отношениях к тому, как такового не было. А, а, должно быть. Тут, скорее, вопрос вопрос о том, как вами это ощущал, то, что я не был. Я часто пытался поговорить с ним по решам. А смысл, если человек не умеет. Все равно, что биться в стену. Понимание моих переживаний, это чувство внимания и заботы, как такового не было. Опять, а мог ли человек вам это дать? То есть, к тому ли человеку вы обращались за тем, что вам нужно было. Так. Например, я сидел без настроения, вообще никакое из расставания с девушкой. Вопрос в том, что случилось, я вам рассказал. Но это фигня. Так, когда произвел то число женщины, расстался вот только. Вот тогда больно. Человек, как бы, дает вам то, что может. Вопрос в том, повторюсь, к кому вы обращаетесь за тем, что вам нужно. Постоянность с ними до понимания, но прочее, что не соответствует его ожиданиям идеал. Мне кажется, вы похожи. Здесь конфликт связан с похожестью. Вы похожи на своего папку. Так. Например, когда я делаю что-то не так много делал, то он ставит пример себя. А мне кажется, что в какой-то степени вы любите ставиться пример себя. Может быть, вы этого не представляете. Но вот здесь, в вашем тексте, это угадывается. Что вы ставите прямо сюда. Он любил просиживать в своем детстве в гараже. Смотреть кто что и как делать. Он говорит, в гараже частая причина упреков в мою сторону. Основывается на том, что я не выхожу ему помогать. Долго сплю, ничего не умею. Я должен во многом учиться. Как бы опять же, здесь есть боль ваша. Есть некая реакция на это. Которую вы не выразили. Есть некое чувствование себя в себя. Которое погребено под тем, что я писал. Но есть еще и, мне кажется, страна вашего цел. Его попытка таким путем единственным ему доступным с вами взаимодействовать. Почему-то, когда я начал курить, он на себя примерно не ставил. Дочь курит восьмого класса, я начал в шестнадцать лет. А должен был? Опять. То есть, видите, у вас как бы ожидали. Ведет себя так, будто когда он в плохом настроении, виноваты все. Но не он. А вы всегда ищите виноватых? Я не вышел помочь ему, и на меня могут уходить или мать в чем-то виноваты. Он склонит контроль на навязывание своих взглядов мне. А вы-то сами как? То есть, ну, все люди, в принципе, могут навязывать свои взгляды. Вопрос в том, как мы реагируем на это. Часто заглядывать в комнату, сплю я, куру или перестану. Это личные границы. Понятно. Личные границы не влажаются. Не влажаются. Опять же, как вы на это реагируете? Часто я причиню на брейков, кури, гроблю свое здоровье. Ну, в какой степени это правда. В какой степени это правда. Хотя он сам тоже кури. Ну, почему вы считаете, что он к вам и к себе относится одинаково? Пациенты на своих загонах, мыслях, видны за свои действия, за свои настроения на ноги, прикладываю пациента к текущему не так. Ну, здесь вы просто жалуете, по сути. Чувствуете свои обиды, но в основном вы жалуете. Раньше, когда был меньше, часто ощутил отношения к своей семье неуважительно. Я бы сказал, что вы сами как родители, как в какой-то степени здесь расстуждают. О матках смысл жизни, причем была тоже грубая, сторона меня, матери и сестры. Бошлые шутки. Так, нет здоровья, нормальной близости вообще. Что такое нормальная близость и здоровая близость? Вот это вот, что такое, как бы. Где этот эталон нормальный близость? Мне кажется, снова вы свое воображение здесь уходите. С людьми общаются лучше, чем со своими. Ну, это классическая история. Классическая история. Человеку боится боли. Вот. И с близкими гораздо таки в близость упадут сложно, потому что есть вероятность, по его мнению, что он постоянно причиняет боль. А чужие люди боли не сделают, поэтому человек с ними чувствует себя более расслабленным. Снова много комплексов и загонов, причем если это контактность к вам. Только если какие-то комплексы вам передались, но это еще нужно выяснять, и мне кажется, здесь вы заранее наваливаете на себя много. Сам он умный, и в общем, у него раньше было много амбиции, которые он не реализовал. Здесь чувствуется какая-то жалость, а чуть-чуть к нему. Так. Несчастная, бандильная женщина. Здесь жалость, что жалость помогает возвещаться над человеком. Для нее была полиподетства, но тем более она издевала мне очень много здоровья со своей жизнью и нежелания расти и развиваться. Ну, понятно. Вы от матери огражаетесь жалостью, то есть это как частинам называем. Внимания от нее было или очень много. Так, в общем, сисью, которая со мной приходила ко мне спать, хотя бы мне было 13 лет, хотел идти купать меня, когда мне было один из целевое общение было, когда приходилось за тебя рассказать, поселиться переживанием, но нужно было просто их здоровое, близость и желание выслушать. Садила в телефоне и отвечала мне что-то. Я услышал о тебе, не отрываясь от телефона. Ну, опять же, если у вас ожидание, то есть я хотел бы вот обратить ваше внимание на это, что вы постоянно говорите про какую-то здоровую близость. Такое ощущение, да, что, ну, по факту, вы игнорируете то, что, ээээ, родители вам, ээээ, могут дать, вот, вы вы это не принимаете в расчет, вот, а требуете, требуете от них того, что, ну, условно говоря, считаете, считаете нужным и значимым, вот, ну, для себя, как бы, вывод, при том, повторюсь, есть очень важный момент, да, который заключается вдохном, а могут ли, могут ли родители должны сниматься, дать вам то, что вы хотите, вот. Ну, для меня, очевидно, что мама приносила на вас какие-то элементы восприятия всем, что это мужчины, вот, то есть это, мне кажется, очевидно, совершенно, мне так кажется, видится, что это совершенно очевидно, вот, и из-за этого такая вот, ну, нестабильность в ее поведении по отношению к вам. То есть вот именно то, что она проецировала на вас отношения, ну, с мужчинами, да, и в какой-то степени видела, видела в вас мужчину, вот, такого, ну, в большей степени, чем, ну, чем следовало бы, в этой ситуации. Дальше. Так, значит, именно тогда, так, ооо, так, у раннего детства внимания тоже было очень мало, она была все в головах подобных, но, когда я хотел внимания, она была занята. Итак, последний. Забрыть, что с вами происходит. Она говорила мне насчет чего-то, что делать нельзя, не нервируй ее, отца, створи что-то, чтобы она проела, ну, ты уж кое-что сгибалась, ты ведь хочешь, чтобы она была довольно трудомоградная дискорзия, позвонить вопросам, что этой силы, конечно, нету. Ну, понятно, забота, которая не совсем забота. Со мной она очень эмоционально зависима, что почувствует счастье, нужно бледить, откуда вы это знаете. Она не понимала, как это здоровая близость, но вы от нее это требуете, я заметил, вы от нее это требуете. Так, она не понимала, за какое внимание нужно ее деть, деть детям. Да, вы тоже, мне кажется, не очень понимаете, какое внимание вам нужно. Не давала мне внимания, когда я этого хотел, а могла она? Опять же. Последний день она не отделилась от меня, посмотрела как маленького ребенка. Это нормально. Это нормально. Это не про отделение. Контролирует меня. Это тоже нормально. Ставила свои потребности выше моих. Сейчас чувствуется злость на ней. Своим поведением не особенно научила меня ставить чувство больше других выше своих. Ну, здесь вы прикладываете ответственность на нее, мне кажется. Обрадует свои отношения тем, что очень любит меня. Сама по себе нетерновидная, антина, наивная, глупая и не развита от слова совсем. Ну, как бы чувствуется опять же злость. Очень яркий пример зависимых отношений. Отчетал отец алкоголик. Мать от него эмоционально зависимость. В молодости бросила в его запуги. Мать оттерпела, уговаривала, контролировала, кодировала, по врачам отдела. Опять же повторюсь. Не все семьи, где есть алкоголизм, созависимые. Хотя ваша семья, она может быть созависимая. Но вам нужно отталкиваться немножко от другого. Стараюсь идти в себя в талке, чтобы не нервировать. Чего, чтоб, не дай бог, не запил. И учила на свете так же. Постоянный упрек Кейстера ничего не... Его в Е40, но только лежит в телефоне. К слову, он двадцать лет не пил. В тот момент, как узналось, что появились я. Но мать оттерпеть его такое отношение, ехал на работу в город. И вот уже год, как он пьет, то нет. И что? К чему? В этом истре старались вытаскивать его из запоя. Разве вы не поступаете так же, как мать, вытаскивая его из запоя? Чем вы тогда отличаетесь от матери в этом смысле? Ведь вы только что её за это ругали. Что я сейчас вообще понимаю в корне неправильно, но я не имел мысли по-другому. А что изменилось сейчас? Вообще, для меня это было ад. Его отношение к нам, желание повесить запах перегара. Мы с тобой думали, что мы можем помочь. Так, как вы понимаете, мне сейчас в голове только две. Ролевые модели, или аддикт избегания, или любовный аддикт. А без терминов, без терминов, ну ладно. Вы избегаете этих терминов. Во взглядах обоих родителей чувствуется сильно бессимизм, это продовольство мне. Но опять же, здесь прикладывание ответственности. Будет с собой пережить, то я чувствую к ним злость обиды, желание и нежелание поддерживать себя. Это чувство нужно прощать. Обычно чувствую, что это мои родители, вообще взрослые, докупортные люди. Скорее, здесь вопрос наших ожиданий. Вот. А они чужие мне? Думаю, больше всего они чужие друг друга. Все пенелы от вас не касаются. Из-за карантина живут со всем, они пьяные чувствуют, что живут со всем. Но я не чувствую. Для меня это сложить чужие, черствые, грубые. Ну, а, должно быть по-другому. Очень понятно. Я заметил, что при общении со многими, я теряю себя. Ну, дальше, как бы, то, что вы описываете, это, вот, следствие недоверия себе. Вот. И, соответственно, все это, все, что вы описываете, свои отношения с людьми, свои страхи, это все именно из-за следствия недоверия себе. Потому что, подобные, подобные симптомы, скажем так, подобные симптомы, они вызывают тревогу. Как правило, они вызывают тревогу. А потребность в этом контроле, вот. Ну, то есть, по сути, там, то же самое, да, что и, ну, отец наш. То есть, это, ну, довольно такая похожая история. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. И, это, ну, довольно типичный типичный, на самом деле. И недоверие себе все ваши страхи и уход в, словно говоря, химизации. Вот. Я не говорю, на самом деле, что это прям ужасно и плохо, но если вы хотите это изменить, если вы хотите это изменить и исправить, то идея, вот, ну, моя идея, например, заключается в том, чтобы начать себе доверять, доверять. Вот. Если, ну, то вы своим чувствам позволите быть, да, если вы своим чувствам позволите жить, то недоверие станет меньше и соответственно можно будет уже говорить в том, что коррекция, что коррекция в этой ситуации. Вот. Собственно, так. Что-то мне кажется, это ключевой момент тревожницы, да, и недоверие себе. Соответственно, соответственно, что можно порекомендовать? В контакте с другим человеком старайтесь замечать в себе до пяти, можно и три разных чувств и в других людях. Тоже старайтесь замечать. С другого пяти можно и три каких-то проявлений, которых вы ранее не замечали, условно говоря. Это важно, достаточно, как мне кажется, и послужит началом вашей работы над собой. Вот. Такая вот история. Значит, мой запрос. Понимаю, зависит от трудных, требующих комплектной работы, но у меня нет возможности через этого, а жить нужно. Психологический, значит, центр оплаты, если там вам помогут. Просьба людям. Дать наставления по поводу дальнейшей работы в сравнении эмоционального зависимости от других. Личные границы. То есть, что сейчас говорить нет. Вот. И доверяйтесь своим чувствам, каким-то они не были. Указать на явные, может быть, даже расстройства или проблемы, над которыми мне надо работать. Указаю вообще советы для улучшения психического состояния в данной ситуации. Я не очень понимаю, какое у вас психическое состояние. Вот. Чтобы говорить о советах, это раз и два психологи не дают совет. Вот. Такая вот история. Это все. Надеюсь, что прямо к вам желаем всего самого доброго. Такie. co.. .. Продолжение следует...